Находки бывают разные, порой неожиданные, но приятные, а порой как бы неожиданные, но вот такие. Данную мой подписчик нашел у деда в гараже. Уже даже видно, если присмотреться, то пытались почистить. Там оказалось очень интересное и нечастное клеймо. В конце будет хорошо видно, но не про то. Вот интересно, зачем такая находка долг? Ну допустим, почистили, купили дерево, сделали как можно ближе к оригиналу, ремень и все такое. И что? Что дальше? Вот лично мне кажется, что за такую находку могут спросить. Это, наверное, надо делать деактивно, порезать, пропилить, заварить, ну чтобы не было потом проблем, если себе оставлять. Документы сделать, думаю, очень долго и дорого. А вот если бы вы нашли такую винтовку Маузера 1918 года, в таком вот состоянии, то что сделали? Ну давайте пофантазируем. Да, конечно, можно пойти и оп, кукинг-квакинг утопить в реке, но... Доброго дня. Снимаю видео для Димона. Ось у нас была, трапилась, така, знахідка. Сокерка Трипільской культуры. Сокерка Трипільской культуры. В хорошем состоянии, ціленькая. Все, довольно-в Знайдена была в Чернёвецкой области, будем нести ее в музей, как-то не как, но речь исторична. Вот такая вот находочка. Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Я про то, что подобные находки люди сдают в музей. Уточню, подобная находка стоит немалых денег. Вот напишите только честно, кто сразу бы с поля побежал в направлении музея, а кто бы еще постоял, подумал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!